я хотел бы узнать как меня видно как меня слышно отпишитесь пожалуйста в чате 10 баллов видно слышно хорошо 0 баллов плохо или неплохо слышно видно так темновато к сожалению более яркое делать вам не смогу освещение комнате громче сейчас громче немножко сделаем как теперь да если вы видите слишком маленькую картинку попробуйте на нее дважды кликнуть мышью обычно разворачивается на большую часть экрана видео так еще громче пожалуйста так как теперь необходимо ли усилить звук отпишитесь пожалуйста чем больше вы даете обратной связи для мира тема лучше ваш результат супер отлично да тогда мы можем начинать и перед тем как начать хочу вам напомнить насчет фотоаппаратов смартфонов зеркало не подойдет обязательно сфотографируйте себя перед тем как вы начнете да или за это может есть лампа на столе к сожалению то что есть то есть так сфотографируйте себя обязательно отпишитесь мне пожалуйста что да мы сделали или у нас есть смартфон мы сейчас побежим да сделаем элизавета вы будете на себе показывать а не совсем соматическом обучении есть свои моменты при которых качество видео очень сильно меняет качество обучения чем выше качество видео тем сложнее получить хороший результат на подписалось что фото вы сделала отлично это первый тест первый тест который вы сделаете для того чтобы посмотреть стоит ли вам оставаться на вебинаре готовы делать тест поставьте восклицательные знаки готовы делать тест елизавета она ольга сделали фото ирина все готовы делать тест кто еще готов елена отлично дальше еще ирина елена и отлично да попробуйте приложить кончик пальца к уголку губы с одной стороны и крепко зажмурить глаз прикладывать кончик пальца к уголку губы и крепко зажмуриваете глаз с этой стороны и и занятия двигается ли уголок рта при этом второй момент приложили к уголку глаза кончик пальца легонечко приложили чтобы почувствовать есть ли там движение и попробовали напрячь губу сжать ее и заметьте есть ли движение в области глаза во время того как вы нахмуриваетесь и и отпишитесь мне пожалуйста есть ли у кого-то движение при зажмуривании глаза движение уголка рта при сжатии уголка рта движение уголка глаза у Беллы есть у Наты есть ага напишите еще кто какой эффект получил есть ли люди у кого совсем не двигался уголок та тогда когда огмурили глаз так у Юлии двигался у Ирины двигался у Юлия двигался у Елены во время загмуривания двигался уголок та а глаз нет хорошо 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 те люди которые заметили что у вас есть движение в лице не только в том месте где вы сокращали мышцы могу вас поздравить у вас высокое уровень так называем мимической контрактуры лица чаще всего мимическую контрактуру замечают у тех людей которые перенесли неврит лицевого нерва я пришел к тренингу косметическая соматика именно оттуда когда начал разрабатывать более эффективные методики для того чтобы восстанавливать людей после неврита лицевого нерва возможно кто из вас замечал что есть люди у которых немножко перекошенное лицо и стоит им улыбнуться сразу же все лицо утягивает на сторону перекоса видел кто-нибудь таких людей это частая ситуация очень частая даже для того кто перенес неврит лицевого нерва стив фрари круто а из близких своих видели кого-нибудь да она видела и у людей совершенно здоровых было для меня удивительно заметить что точно такие признаки контрактура мимических мышц есть да точно такие признаки контрактура мимических мышц и если вы заметили у себя эти признаки контрактура то вы обязательно сможете получить эффект на этом вебинаре те люди которые заметили что признаков контрактура мимических мышц нету в принципе данный вебинар вы можете покинуть но для вас большого эффекта не будет опишитесь пожалуйста как видно меня я вот ольга отписывается мне в скайпе что видео зависло нужно ли перезагрузить видео отпишитесь пожалуйста просто пишет или что хорошо видно отлично итак я смотрю людей все прибывает не убывает значит много кто и заметил что есть признаки контрактура мимических мышц да давайте сделаем еще видео было пишет не видно елена нормальный за это нормальная юлия нато ирина нормально да попробуйте перепис перезагрузиться те кто видит меня плохо выйти из вебинара и зайти снова отлично спасибо за обратную связь сейчас мы сделаем еще один тест для того чтобы узнать почему на лбу морщинки образуются самыми первыми у меня была одна классница где-то в двенадцатилетнем возрасте у нее появились первые морщинки на лбу это морщинки гордеца чаще всего в нашей культуре это именно те морщинки которые беспокоят женщин даже далеко не старых еще самых юного возрасте появляются морщинки вот так и давайте протестируем теперь попробуйте поднять бровь с одной стороны с одной стороны так что вторая сторона не поднималась попробуйте поднять и заметьте получилось ли у вас это отпишитесь пожалуйста получилось ли ну так как на фотографии приподнимается бровь с одной стороны а другая остается на месте или все-таки вторая бровь пошла так легко с обеих сторон легко поднялась одна бровь а вторая на месте осталась так Елизавета по-разному по Илы не получилось по Анне не по так у Лены нет у Ирины нет да обе вместе у Лены чаще всего у людей да либо с одной бровью получается либо не получается ни с той ни с другой стороны если требуется прилагать большие усилия это тоже признаки того что вы плохо управляете мышцами лба и на это есть своя причина мышцы гордеца те которые делают морщинки это маска удивления у вас появляются параллельные морщинки на лбу гусиные лапки в уголках глаз они появляются не просто так а из-за того что то очень сложно управлять мышцами лба и сложно из-за того что есть особенности иннервации все знают что левой стороной управляет правое полушарие головного мозга есть да отпишитесь пожалуйста ключики поставьте все знают что да Елена знает что с одной стороны да другая сторона мозга управляет отлично если у вас нету морщины ногу я рад так Елизавета есть да знает знает Ирина знает отлично но это не совсем так верхнюю часть лица все что выше уголков глаз иннервирует одновременно два полушария головного мозга и левое и правое из-за этого одновременно посылаются импульсы на поднятие брови и в одну и в другую половину лба из-за этого очень сложно скоординировать движение потому что на разделить между собой два полушария если вы видите на картинке да изображено как иннервируется нижняя часть лица и да вот красненькая веточка с одной стороны головного мозга с двух сторон и нормируется верхняя часть лица понятно это да пишите мне понятно ли откуда появляется так елена спасибо надо елена хорошо и так почему колит ботокс для чего колит ботокс для того чтобы сгладить мимические морщины какое его действие ботокс это препарат ботулотоксина который парализует передачу нервного импульса от нервных окончаний к мышечному волокну то есть как будто перелезает нет том месте где производилась инъекция и что происходит в результате этого как только парализовалась какая-то мышца которая формировала кожную складку оставшиеся мышцы на лице которые имеют нормальный тонус перетягивают лицо кожу расправляя таким образом складку все знают этот механизм или для кого-то это было вновь отпишитесь пожалуйста все ли знают механизм действия ботокса он просто парализует мышцу в том месте в котором происходит инъекция ирина знает ирина доброват не знает да да елена ирина нато знают замечательно хорошо что у меня да догадывались поэтому против ботокса да настя не знала и так просто происходит пролить мышцы и те мышцы которые здорово просто перетягивают на себя кожу лица и есть особенность в инъекции ботокса то что он действует шесть месяцев знаете что шесть месяцев действия действие его обратимо но в течение шести месяцев здоровые мышцы лица перетягивают на себя кожу расправляют складки и представьте что происходит когда заканчивается действие ботокса что происходит когда заканчивается действие ботокса восстанавливается иннервация мышцы постепенно да усиливается усиливается привычное напряжение в той мышце которая была постоянно напряженной и формируется назад складочка но она формируется уже на другой коже не той коже которая была шесть месяцев назад а уже немного растянутой что получится через шесть месяцев как вы думаете отпишитесь пожалуйста что получится через шесть месяцев после того как укололи ботокс растянулась кожа а потом мышца заново начала работать и потянула назад а Елена пишет морщины будет глубже да морщины будет глубже что делаются женщины в результате этого бегут на следующую инъекцию ботокса что случается да да Елизавета Елена правая станет хуже чем было до укола что получается инъекция следующая ботокса опять расправляется морщинка опять чуть больше растягивается кожа да на такое привидение в чат послала да привидение получается страшное что-то чуть больше растягивается кожа еще и примерно через пять-шесть лет регулярных инъекций ботокса потребуется такая операция называется подтяжка лица представляете что такое подтяжка лица это обрезают где-то на расстоянии кусочек кожи подтягивают натягивают лицо натягивают кожу да страхи ужас скажите пожалуйста кто-нибудь предупреждает вас о возможных последствиях того что пойдете на инъекцию ботокса вообще есть ли люди которые имеют опыт если люди которые имеют опыт или знают по опыту подруг объясняли ли им возможные последствия того что произойдет скажем через несколько лет нато пишет нечасто нечасто объясняют или нечасто делали ботокс но это серьезное скажем вмешательство бота терапия в неврологии используют в тех случаях когда есть спазм мышц которые невозможны какими-то другими методами кроме хирургических устранить вот ага Елизавета косметолог сказала сразу чем это кончится да рад за вас что есть косметологи которые объясняют все погочные эффекты нато видела ужасы но не делала тоже рад за вас опять же скажите пожалуйста мышцы сами по себе сокращенные или что-то их приводит в сокращенное состояние кто может ответить да напишите пожалуйста почему мышцы становятся сокращенные напряженные и в связи с этим напряжение да откуда напряжение появляется Елена блоки Наталья откуда они появляются блоки напряжения в лице которые остаются в виде мимической маски на протяжении дня и даже ночью можно заметить что это мимическая маска не снимается почему о нервные импульсы правильно мышцами управляет мозг и если научиться управлять мышцами более качественно то можно достигнуть того же эффекта что и при инъекции ботокса но результат будет лучше почему будет лучше результат если вы научитесь управлять тонусом мышц самостоятельно сознательно да молчание в чате результат будет лучше просто за счет того что вы сами контролируете тонус мышц и можете в нужный момент сделать эту кожную складку когда нужно да можете когда нужно разглазить ее можете поменять напряжение в тех мышцах которые должны разглаживать были эту складку таким образом чтобы кожа не растягивалась и эффект правильно будет постоянный будет постоянный просто за счет того что у вас внутри есть навык образуется навык управления своими мышцами так мы подошли к тому чтобы сделать один из первых уроков вы готовы отпишитесь мне пожалуйста готовы ли вы сделать один из первых уроков для того чтобы снять часть мимических морщинок Елена готова Елена Натта Елизавета еще не готова ой Фрея готова подготавливайтесь быстрее да Надежда Инна Елизавета Юлия да готовьтесь все остальные кто не отписался Алиса Анна да те кто себя не сфотографировал обязательно сфотографируйте себя в начале у меня был вопрос в чате а можно ли использовать зеркало нельзя использовать зеркало потому что у вас как и у любой человека который смотрится в зеркале есть специальная мимическая маска для того чтобы посмотреться в зеркало и эта мимическая маска будет сбивать качество будет сбивать качество эффекта вы просто его не заметите второй момент в зеркале вы видите не себя а свое зеркальное отражение и в связи с тем что вы видите свое зеркальное отражение вы не обращаете внимание на детали потому что мозгу очень сложно уловить детали на фотографии с этим разобраться намного легче плюс если вы будете делать фотографию селфи на смартфоне есть возможность поувеличивать фотографию посмотреть результаты урок так правила выполнения уроков перед тем как мы приступим обязательно нужно соблюдать правила только соблюдая правила вы сможете сделать урок эффективным не лечебной гимнастикой не какой-то массажом лица а именно уроком для того чтобы научиться управлять тонусом мышц итак первый принцип выполнения это комфорт комфорт обязательно когда вы делаете движение урока вам должно быть удобно приятно если вы чувствуете какое-то неприятное ощущение или даже боль во время выполнения урока значит вы что-то делаете неправильно ищите максимальный комфорт в нашем обществе есть такая куля в голове много у кого из людей в том что нет боли нет результата в моей методике это неприемлемо обязательно соблюдайте комфорт маленький объем плавность медленность выполнения то что гарантирует вам комфор второй момент плавность медленность выполнения między мужем лавность медленность выполнений Плавность, медленность выполнения нужна для того, чтобы вы смогли заметить, что происходит, сознательно заметить свои шаблоны поведения. И если вы что-то можете заметить сознательно, отметить по внутренним ощущениям, то вы можете это изменить. Невозможно качественно изменить то, что не замечаешь. Напишите мне, пожалуйста, плюсики или восклицательные знаки, те, кто, по сути дела, не замечает напряжение в лице, которое образует мимические морщины. Да, кто из вас сознательно замечает, что он хмурится, скажет, да, здесь уже складка большая образовалась, или это надо посмотреть на себя в зеркало? НАТО не замечает, Алиса не замечает. Остальные все? А, Елена, не всегда, вот, не всегда. Анна, так, непереносимая игра букв, да, тоже не замечает. Елена контролирует, Елизавета иногда замечает, Ирина не всегда замечает. Да, это особенность того, что мы не замечаем того, что происходит в теле. Вот. Из-за этого, вот, концентрация на происходящем в теле. Третий момент, который вы будете соблюдать во время выполнения уроков, это концентрация на происходящем в теле. Это обязательное условие, иначе то, что вы делаете, будет иметь очень слабый эффект. Итак, сейчас мы позанимаемся напряжением в жевательных мышцах. Вообще, кто-нибудь знает, где основная жевательная мышца расположена? Попробуйте пооткрывать, позакрывать рот, крепко поджимать челюсти. И, да, где основная жевательная мышца расположена? Давайте так. Пять баллов, если это вот эти мышцы, жевательные, да? И семь баллов, если где-то еще. Если кто-то точно знает, то отпишитесь. Так, и в нижней челюсти Елизавета пишет. Ага. Так, Елена и Инна в нижней челюсти. Так, НАТО заметила где-то еще. Радует. Анна в нижней челюсти. Да, могу вас обрадовать, что не только жевательная мышца, ну, так называется, жевательная мышца, участвует в закрывании рта. Вот она, жевательная мышца, ту, которую большинство чувствуют. Она вот около уха, да, чувствуется. И вот в задней части щек. Если ее хорошо напрягать, то появятся желваки. Да. Но это не основная мышца, которая закрывает рот. Основная, самая сильная мышца, это височная мышца. Вот она. Она расположена в височной ямке. Оттуда идет сухожилие к нижней челюсти, к углу нижней челюсти. И она закрывает рот. Попробуйте опять приложить пальцы к вискам. И почувствуйте во время закрывания. Есть ли? Да, поставьте мне семерочку, если заметили. Да, она подработала. Ага, Елена, Фея, заметили. Отлично. Давайте больше мне обратной связи. Да, быстрее перейдем к уроку. Чтобы я был уверен, что да, у вас все получается. Отлично. Юлия, Елена, Елизавета, Инна, Леса, Семерок, НАТО. Спасибо за обратную связь. Двигаемся дальше. Приложили кончик пальца к нижней челюсти, к оборотку. Приложили пальчики. И попробовали пооткрывать, позакрывать рот. Заметьте, как рот открывается, как закрывается. Он прямо отвисает к низу. Или нижняя челюсть делает какие-то дугообразные движения. Либо в одну сторону смещается. Заметьте, ровненько ли отвисает нижняя челюсть при открывании рта. И когда закрываете рот, заметьте, как смыкаются зубы. Одинаково с двух сторон или с какой-то стороны раньше. Насколько ощущение твердости смыкания, плотности смыкания зубов? Итак, можно двигаться дальше. Можно? Давайте обратную связь, пожалуйста. Мне намного проще. Плюсики. Эй, у меня все ровненько нужно. Да, именно, да. Ровненько. Хорошо, рад за вас, если я ровно отвисала челюсть. Одной проблемой меньше. Да. Взяли два пальца, указательный и большой. Напоминаю тем людям, у кого маленькая картинка в углу экрана видео. Попробуйте дважды кликнуть на нее. Дважды кликнули, чтобы развернулось большего размера. Вам будет проще следить. Взяли два пальца, большой указательный, двумя руками захватили подбородок. Зафиксировали на одном месте. Зафиксировали на одном месте. И попробуйте пооткрывать, позакрывать рот, не смещая с места нижнюю челюсть. Попробуйте открывать, закрывать рот, не смещая с места нижнюю челюсть. Открывали, позакрывали рот. Получается ли это делать? Не смещая с места нижнюю челюсть. Есть такая подсказка, если помните, в 90-х годах практически у каждого уважающего себя бухгалтера на компьютере стояла такая игра, называлась Пахман. Там желтый колобок бегал, ел кристаллы и убегал от всяких монстров. И у этого, да, Николина Надежда пишет, невыполнимо. Мил пишет, голова, шея назад. Да, нужно голову поднимать, опускать. За счет мышц шеи вы делаете движение. Не за счет обычных мышц, а за счет мышц шеи сзади. Поднимаете, опускаете голову. Ага, Елена пишет. Если объяснить мозгу, что это возможно, получается. Да, просто вспомнить Пахмана. У этого колобка все время верхняя челюсть двигалась относительно нижней. Отлично. Я надеюсь, что вы делали все движения в зоне комфорта, потому что, да, помните, правила выполнения урока, плавность, медленность и комфорт. Маленькое движение. Не делайте движение большим. Я умею управлять нижнюю челюсть, если вдруг она вывихлется. Но через интернет это сделать проблематично. Когда люди приходят ко мне на очный тренинг, уже веселее. Можно быть уверенным в том, что челюсть не вывихнется. Но через интернет, к сожалению, да, будьте осторожны. Делайте маленькое движение. Да. НАТО пишет. Получается двигать верхнюю челюсть относительно нижнюю, хоть непривычно. Фрей пишет, что все получается. Возможно, дело в ежедневных тренировках спортивных. Ну, да, возможно. Да. Елизавета пишет, что верхняя челюсть пытается сдвинуться в сторону. Не мешайте ей сдвинуться. Попробуйте усилить это движение. Да. Теперь, следующее движение более опасно для того, чтобы вывихнуть нижнюю челюсть, да. Поэтому делайте его в маленьком объеме. Нос смещается буквально на полсантиметра. Опять захватили нижнюю челюсть. Чуть-чуть приоткрыли рот. И маленькое движение головой влево-вправо. Верхняя челюсть смещается влево-вправо, нижняя остается на месте. Маленькое движение поделали. Не торопясь. Легко. Очень-очень плавно. Замедлились сразу в три по сравнению с тем, что вы делаете сейчас. И делайте движение еще раз и остановитесь. 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 И проверьте, как теперь смыкается челюсть, зубы. Пооткрывайте, закрывайте рот. Проверьте, что изменилось. Можете отписаться. Да, какой эффект? По внутренним ощущениям того, как смыкаются зубы, насколько стало расслаблено ощущение в нижней челюсти. Отпишитесь, пожалуйста. Можно поставить цифру 5, если кто-то заметил, что зубы стали смыкаться мягче, плотнее. Цифру 7, если заметили, что снялось напряжение с нижней челюсти. И что-нибудь свое написать, если вы заметили другое. Елизавета пишет, стало более ровно. Елена пишет, меньше напряжения, движение легкое и плавное. Да, меньше напряжения. Всего-то, что мы поделали. Пооткрывали, позакрывали рот непривычным способом. Но уже легче. Да, Елизавета добавляет. Мышцы с двух сторон расслабились. Ага, Мил пишет. Все было хорошо, ничего и не изменилось. Ладно. Есть еще у нас в запасе несколько уроков, на которых можно получить эффект. Опять зафиксировали миленькую челюсть на месте. И ваша задача поделать с носом круговые движения. Вот в плоскости перед собой. Как будто носом перед собой рисуете куски. Маленькое движение в одну, в другую сторону, только очень-очень легкое. Помните о том, что, да, вы на вебинаре, меня рядом нет, учились, вправить некому. Сделали в одну сторону. Сейчас попробуйте в другую. Не торопитесь. Сконцентрируйтесь на том, что вы делаете, как происходит движение, где в теле происходит движение. Как вы их делаете? Заканчивайте движение. Опять посмыкайте, поразмыкайте рот. Заметьте, что изменилось. Как теперь смыкаются зубы. Как вы чувствуете свое лицо. Вообще, лицо такое же по размерам, как обычно, или показалось другим. Тоже заметьте. И опять зафиксировали на месте нижнюю челюсть. Теперь ваша задача подвигать верхнюю челюстью относительно нижнюю чуть-чуть вперед и вернуть в исходное положение. Как выдвижной ящик стола. Такое движение верхней челюстью относительно нижней. Попробуйте сделать несколько раз. И остановитесь. Опять проверьте, что изменилось. И можно оценивать результат того, как вы поработали с жевательными мышцами. Это очень частый зажим в нашей культуре. Надо сжать зубы. Через силу сделать. Сдержать себя. Не сказать чего-то лишнего. Да. Сжать зубы и идти по жизни. Вот. Елизавета пишет. Лицо располалось, как луна. Да, большое лицо. Что произошло с лицом? Почему оно стало таким большим? Как вы думаете? Пишитесь, пожалуйста, о своих эффектах. И мы будем двигаться дальше. Так. Елизавета добавляет. Верхняя часть как будто выдвинулась вперед. Лицо расплылось, как луна. Кто-то еще может добавить. Будем двигаться дальше. Ага. Все расслабилось. Все расслабилось. Отлично. Да. Чем более подробно вы мне даете обратную связь, тем выше качество того, что вы получите на вебинаре. Ната пишет. Наверное, я расслабилась. Ага. Наверное. Но у вас есть уже фотография до урока. И вы можете сейчас повторить фотографию, посмотреть, что изменилось. Да. Сфотографируйте себя еще раз. Я пока вам порассказываю еще немножко страшилок. Вы пока сфотографируйте себя и отпишитесь, что изменилось на фотографии. Да. Фрейя пишет. Приятные ощущения. Я молодею буквально на глазах. Да. И два смайлика улыбки. Да. Двойная улыбка. Круто. Мне нравится. На самом деле, ощущение людей, которые умеют хорошо управлять мимическими мышцами, совершенно такое. Молодое. То есть, когда чувствуешь человека, который расположен к тебе, и у него нет выраженных зажимов в лице, то пластика – это отзывчивость, это грация, это пластика выражений. Но оценить, переоценить невозможно то, что человек рядом с тобой живой. Как дети, да, молодой. Да, я надеюсь, вы сфотографировали себя, да. А будем двигаться дальше. Да. Да, вот такая картинка строения кожи. В коже есть такой слой, называется дерма. Там расположены коллагеновые и эластиновые волокна. Коллагеновые волокна обеспечивают прочность кожи. Эластиновая эластичность. Чем старше кожа, тем меньше там эластиновых волокон, тем больше коллагена. Коллаген образуется тогда, когда кожа повреждается какими-то факторами. Скажем, солнечное излучение, там, неудачный поход на пилинг, да, когда немножко содрали больше шкуры, чем нужно. Какие-то моменты воздействия холода, жара, ветра, воды, неудобного мыла для кожи. Все это приводит к тому, что возникает воспаление коллагальной кожи, и часть эластиновых волокон заменяется коллагеновыми. И когда заменяются эластиновые волокна коллагеновыми, то лицо становится в таких вот возрастных морщинках. Они мелкие, достаточно легко замазываются косметическими средствами, и когда разглаживаются немические морщинки, их дно все равно сохраняется. Мелкая намек на морщинку сохраняется даже после того, как снялось напряжение, длительно бывшее в мышце, просто за счет того, что морщинка зафиксировалась, зафиксировалась за счет старения кожи. Вы понимаете этот момент? Отпишитесь, пожалуйста. Да, вот. Елизавета. Немного разглазились морщинки на верхней челюсти, и овал лица стал более гармоничным после первого урока. НАТО пишет. Как бы овал улучшился? Ирина. Все неплохо, но я не совсем понимала, что нужно делать. Объясняйте нужные движения чуть подробнее, или повторяйте хотя бы два раза. Ирина, у вас будет возможность пересмотреть все в записи, и по-хорошему, чем больше ошибок вы сделаете во время выполнения уроков, но оставаясь в зоне комфорта, тем лучше результат. Потому что, не делая ошибок, невозможно достигнуть качественного обучения. Еще одна пуля в голове. Нашей системы образования, что все можно сделать сразу. Да, Елена и Елизавета понимают, что такое фиксация морщинок. НАТО пишет, записи будут? Да, будут записи. Я запустил запись вебинара прямо при старте. И можно будет уже через несколько дней попросить у организаторов запись. Надежда, я думала, наличие коллагенов кожи приветствуется. Опять же, должно быть определенное соотношение коллагена и эластина. Коллаген обязательно есть, он обеспечивает прочность кожи. Эластин обеспечивает эластичность, возможность вернуться к коже назад. Если у вас произошла где-то складка на коже, и она зафиксировалась на долгое время, то в процессе старения кожи коллагеновая волокна эту складку фиксирует. Просто если их добавится еще какое-то количество к тем, которые были, они будут удерживать кожу от расправления. И даже после инъекции ботокса какой-то след от этой мимической морщинки все равно остается. Невозможно полностью расправить. Но не стоит об этом как-то печалиться. Все эти легкие следы, намеки на те мимические морщинки, которые остаются после занятий косметической соматикой, или еще какими-то другими методами, скажем, фрисбилдингом, то эти морщинки просто придают индивидуальность вашему лицу. Они показывают, какой у вас характер, какая мимическая маска у вас преобладала. Это те морщинки, которые показывают искренность. Невозможно разбираться с теми людьми, у которых на лице нету следа возраста, даже минимального следа возраста, потому что кажется, что что-то здесь не так. У меня было много женщин на приеме, которые, кажется, хотели сделать себя лучше, стать красивыми, просто делали инъекцию ботокса, а потом оказывалось, что это последняя капля, после которой муж уходит. Это такая проблема серьезная, просто за счет того, что перестает понимать выражение лица, и человек другой становится. Дмитрий, как можно убрать морщинки под глазами? Надо заниматься косметической соматикой. Можно руководить ботокс. Можно позаниматься фейсбилдингом. Да. Тоже мимические? Да, можно. Елизавета пишет. Думаю, очень важно предупредить участников, что нельзя поднимать голову. Лучше удерживать голову ровно, от подбородок держать опущенным. Тогда чувствительность улучшается. Елизавета, важно, чтобы был комфорт в положении головы. Если это положение, в котором они были, комфортно, то на тот момент, когда они делают урок, все делается правильно. Ната пишет, ботокса не надо. Да, нежелательно ботокса, в связи с тем, что это покер на час. До свидания, Фрея. В записи вы меня посмотрите. Благодарю вас за мастер-класс. Грамотное, доступное объяснение. Потрясающее упражнение. Спасибо, Фрея, за хорошие слова. Итак, готовы двигаться дальше. Немножко разгладим половину лица. Так, Ната, Елена готовы. Да, Елизавета, Инна. Где плюсики? Давайте больше. Двигаемся дальше. Да, Елена, Алиса. Так, мы поговорим о том, как слегка уменьшить так называемые грыжи под глазами. Кто знает про грыжи под глазами? Откуда они берутся? Это такие вот отечность, которая очень часто формируется в связи с неправильным положением головы и маской хорошей девочки. О, Ирина, очень нужна. Да. Сегодня в конце вебинара я буду представлять свой полный курс косметической соматики. Там будет еще несколько уроков для того, чтобы уменьшить эту отечность под глазами. Мы попробуем один, самый простой, самый быстрый. Светлана, просто темные круги. Но просто темные круги не сильно поддаются соматике, а вот именно мешки под глазами, которые появляются. Вот с этим, да. Ольга, о верхних грыжах. Да, при болезнях почек бывает. Очень часто и без болезней почек люди ходят, утром просыпаешься, смотришь в зеркало, а как будто всю ночь гулял, да. Но кто-то скажет старость, а на самом деле это нарушение венозного и лимфатического оттока от головы. Есть несколько причин этому. Первая причина – это неправильное положение головы. То положение головы, при котором прижимаются еремные вены. Чаще всего это бывает при сутулой осанке. То есть, когда человек сутулится, голова уходит вперед, натягиваются мышцы шеи спереди, и они давят на еремные вены, ухудшается венозный отток. Мало того, что возникают вот такие неприятные моменты под глазами, типа отечности. Кроме того, что возникает отечность под глазами, происходит еще и нарушение венозного оттока от всей головы. Это тяжесть в голове, это кошмары по ночам, это распирающие головные боли, это быстрая утомляемость, это нечеткость зрения в конце рабочего дня. Это все проявление нарушенного венозного оттока. Кто у себя замечал такое? Ирина пишет, называют косметическое грыжи. Ну, это народное название, грыжи под глазами. На самом деле там грыж не может быть. Грыжи – это выпячивание органа из полости в... Надежда. Лимфодренажный массаж должен помочь. Да, насколько он помогает. Насколько часто вы можете обращаться к своему массажисту для того, чтобы поддерживать эффект. Если у вас голова торчит вперед, венозный и лимфатический отток наружен практически постоянно. У массажиста вы можете от силы побыть час. Насколько его эффекта от работы будет хватать. Хорошо, если на месяц от 10 сеансов. На самом деле, чаще всего к завтрашнему дню уже становится все на свои места. Так что, да, лимфодренажный массаж может помочь, но то... Вот, Ирина пишет. Перечислили все симптомы очень точно. Елена, есть все симптомы. Да. Ну, это дело такое, серьезное. На самом деле, вот с нарушенным венозным оттоком, да. Вторая причина – это зажатость в лестничных мышцах. Это дыхательные мышцы. Это чаще всего возникает ситуация, когда вдохнул, забыл выдохнуть. Попробуйте пощупать вот свои ключицы и подушать туда. Заметьте, насколько высоко от них поднимаются. Или практических движений нет. Мышцы здесь сокращены настолько, что ключицы стоят параллельно столу или параллельно полу. По-хорошему, да, вот такое положение ключицы должно быть. Не параллельно. Заметили? Есть, нету? Ну, да ладно. Даже если у вас нету навыков оценки того, как стоят ключицы, все равно результат будет виден на фотографии. На самом деле, когда зажаты лестничные мышцы, рядом с ними проходит сосудисто-нервный пучок, между ними сосудисто-нервный пучок для руки. Очень часто люди замечают, что кроме того, что голова на утро дурнает, так еще и ночью нужно просыпаться, руки плести. Из-за того, что как будто отлежавшие мурашки, неприятные ощущения, такое мнение, распирание, тяжелые руки, надо трясти, потом опять лечь. Если вы такое замечаете, то нужно обязательно менять подушку. Чаще всего это происходит тогда, когда либо подушка слишком большая, или слишком маленькая, либо на диване спите и упираетесь, головой заваливается не очень удобным способом. Вот, Елизавета пишет, поднимается ключица нормально. Ну, хорошо. Рад за вас. Приложили руку на область ключицы. Приложили руку. И попробовали подышать так, чтобы рука дыханием не поднималась, а потом плавно опускалась во время выдоха. Вес руки приходится на область ключицы, на плечи. Это часть, где пальцы переходят в ладонь, лежит на ключице. Просто вес руки. Попробуйте. Обычный вдох поднять так, чтобы включиться и руку. И потом полный плавный выдох. Можете со звуком выдохать. Полностью выдохнули, сняли напряжение в теле, и потом опять вдох и плавный выдох. Все с одной стороны делается. Только одну сторону. Вторую сторону уже сделаете после вебинара. И вам будет легче сравнить результат левую-правую сторону. Конечно, есть там связь венозных сплетений и правой, и левой части головы. Но если поторопиться сделать снимок, вы все равно заметите разницу с левой и справа. Сделайте еще два раза. Вдох, выдох, полностью выдох. Не торопитесь. Заканчивайте. И отпишитесь мне, как вы чувствуете левую-правую половину шеи, ключиц, лица. Есть ли разница в ощущениях. И можете сфотографировать себя и посмотреть, есть ли разница в левой и правой половине лица. Отпишитесь, пожалуйста. Настя, разница уже ощущается на мышцах лица. Не забудьте себя сфотографировать. Пишитесь мне, пожалуйста. Настя, справа легче. Вы справа сделали, Настя? На самом деле, как только улучшается венозноту, сразу же становится веселее и веселее. Настя пишет. Слева. А, да, все, да, справа легче, да. Так, Ирина. Легкость и кожа стала более отруглая, красивее. Замечается, всего лишь простое движение, подышали правильно. А уже какой результат? Да, мой большой тренинг, косметическая соматика, он не такой, скажем, большой по времени, но очень большой по результату. Люди замечают сразу же результаты буквально во время выполнения движений. Давайте мне еще хотя бы один отзыв, и будем двигаться дальше. Жду еще один отзыв, и тогда будем двигаться дальше. У меня есть еще чего вам рассказать. Я вам обещал три урока. Да. Сейчас я вам расскажу, как обычно проходят у меня тренинги. Только дайте мне еще один отзыв. Вот. А, Елена. Шея чувствуется длиннее с той стороны. Да. Кто знает из вас, что есть три места, которые выдают возраст человека. Наиболее сильно выдают возраст человека. Кто знает. Это не только лицо, да. Одно из самых. Да. Ольга пишется. Что особой разницы не наблюдается в лице, ухо стало более легким. Именно шея, руки. Ага. Это тот момент лестничных мышц, который еще не только от головы и нужно от уха, но и от рук. Да. Ирина. Когда лучше делаете эти упражнения? С утра или в любое время? Это уроки. Их нужно делать тогда, когда наиболее качественно вам получается учиться. Кому-то с утра легче заходит новый материал, кому-то с вечера. Вам нужно ориентироваться на свою способность учиться. Да, Елизавета пишет. Шея, лоб, губы. А Наталья. Шея, руки, веки. Стали веселее, надежнее. Да. С этим уроком. Ага. Да. Итак, первый момент, когда лицо, обращаешь внимание, да, оно старое. Второй момент, на который не обращают внимания люди, это шея. Да. Шея стареет, ей меньше уделяется внимания с точки зрения кремов, каких-то процедур. И кожа там более нежная, чем на лице, и стареет быстрее под действием внешних факторов. Не забывайте про шею, если вы вдруг защитный крем наносите на кожу, лица, шеи. И третий момент, руки, да, руки. Можно быть достаточно молодой выглядящей сверху, но костяшки пальцев выдают возраст сразу. Да, к сожалению, мало обращают внимания на руки нашей женщины, и кожа там стареет очень быстро. Ага, понял. Елизавета, Наталья и Ирина мне отписывались, что самое важное из признаков старения, да, шея, руки и лицо. Так, сейчас мы поговорим о том, как проходят у меня тренинги. И после этого я вам дам еще один урок. Урок, который позволит закрепить эффект в лице и в то же время улучшить тонус во всем теле. Да, сделать тонус нормальным. Там, где низкий тонус, он станет выше, там, где высокий, ниже. Да, Ольга отписывается на ссылку на то, как заказать мой курс полный. Да, отпишитесь, пожалуйста. Вы поняли, что мы сейчас разговариваем о тренинге, как проходит тренинг. Потом Ольга объяснит, каким образом его можно добыть. И перейдем к третьему уроку. Третий урок для закрепления эффекта того, что вы делали сегодня. Понятно ли плюсики? Поставьте мне, пожалуйста. Оставьте, пожалуйста, плюсики. То, что мы, да, Елена, Ирина поняли. Да, сейчас разговариваем о том, что происходит, как проходят тренинги у меня. Итак, как проходят у меня тренинги. Обычно вход в мой тренинг происходит через вебинары. Вебинары, какие-то личные встречи через продажи косметической соматики на других моих очных тренингах. Обычно я очный тренинг «Косметическая соматика» провожу очень редко. Очень-очень редко. Да, люди долго сидят в листе ожидания для того, чтобы попасть на очный тренинг. Но есть возможность прийти и позаниматься самой в заочном варианте. Как это происходит? Да, с вебинара вы понимаете, что есть результат, вам этот тренинг подойдет. Да, у меня есть гарантия результата. Вы приобретаете курс. Я вам высылаю на почту первое задание. В задании будут видеофайлы с теорией и практикой. Вы выполняете эти уроки и отсылаете мне на почту отчет о том, что получилось, что не получилось, какие эффекты были именно у вас. Какие результаты вам понравились, какие не очень. И на основе этого отчета я вам даю рекомендации. И вы переходите на второе задание, высылая вам второе задание тренинга. Второе задание входит, кроме видеоматериалов, еще такая достаточно объемная методичка по тому, как удерживать результат потом. Очень легко получать мгновенный результат именно в процессе уроков. Но для того, чтобы его удержать, нужно несколько месяцев занятий. Чем хороши мои занятия? Что в день они занимают не больше 15 минут. И для того, чтобы сформировалась привычка разнообразно выражать свои эмоции, снимать зажимы с мышц лица и разглаживать те мимические морщинки, которые уже сформировались, нужно всего лишь 3 месяца 15 минут в день уделить себе. После второго задания вы опять высылаете мне отчет, получаете заключительное задание. И по отчету после заключительного задания я формирую для вас одного и один или несколько уроков тех, которые дадут максимальный эффект именно для вашего запроса. Того запроса, который проявится во время тренинга. То есть на основании ваших отчетов вы получите уникальный урок именно для вас. Тот урок, который будет максимально эффективным. Это тот момент, из-за которого часто люди отдают предпочтение именно заочному тренингу, не тому, чтобы очно со мной поработать, именно за счет того, что есть именно эти несколько ключевых бонусных уроков, которые максимально хорошо помогают для вашей проблемы. Проблема мимических мышц, их напряжение достаточно большая и невозможно все уложить в стандартное движение. Да, тренинг помогает при большинстве мимических морщин. Минимум на 30% они разглаживаются в результате выполнения урока. Чаще больше. Но именно те результаты, которые хочется достичь выше 30%, они достигаются именно после получения бонусного урока. Понятно, как происходит обучение? Это практически индивидуальное сопровождение вас через почту. Отпишитесь, пожалуйста. Да. Люди молчат. Отпишитесь, пожалуйста, готовы ли вы идти дальше? Поняли ли, как происходит тренинг? В заочном режиме. Инесса, даже в 53, самой возрастной участнице, которая была у меня в заочном тренинге, было 68 лет. И даже у нее были эффекты больше 30% разглаживания мимических морщин. Мимические морщинки, чем с одной стороны сложны, что они самые ранние и самые глубокие, а с другой стороны хороши, что поддаются хорошо именно снятию повышенного тонуса мышц с лица. Как только снимается повышенный тонус мышц с лица, то глубина морщинок минимум на 30% становится меньше. Если бы не было такого эффекта от ботокса, который есть, то женщины бы не шли на такие инъекции. Да, Елизавета пишет, да, уже хочу на тренинг. Пожалуйста, там Ольга дает ссылку, как получить эффект ботокса без ботокса. Обычно для тех людей, которые стучатся ко мне где-то в социальных сетях или через почту и просят выдать им доступ к тренингу, стоимость тренинга 5000 рублей. Я его не распространяю в свободный доступ. На косметическую соматику у меня идут только те люди, которые уже попробовали заниматься соматикой. Либо на вебинаре, либо на каких-то других моих тренингах. Просто так на косметическую соматику можно прийти только на научный тренинг, который я провожу несколько раз в год, два-три раза. Последний раз в Москве проводил весной и в Одессе летом. Ирина пишет, занятия должны быть непредметно ежедневные. Да, это будет пять уроков двигательных. Один урок для того, чтобы найти те продукты питания, которые максимально вам нужны. И один день выходной. То есть у вас двигательных уроков будет пять раз в неделю. Ирина пишет, занятия должны быть непредметно ежедневные. Переходите по ссылке и бронируйте за собой стоимость 3000 рублей. Для тех, кто стучится ко мне просто так, стоимость 5000. Для тех, кто был у меня на занятиях с соматикой, либо приходил на вебинар, пробовал на себе, я отдаю тренинг всегда с хорошей скидкой. Почти больше трети, почти половину цены сбрасываем только для того, чтобы люди получали эффект. Да, Елизавета пишет, там цена 3000. Вот так она и есть. Итак, сейчас я попрошу Ольгу рассказать, каким образом происходит оформление заказа, чтобы не было никаких вопросов о том, что я хочу получить заказ, а что-то не получается мне пройти как-то по оплате или обратиться к организатору не получается. Ольга, пожалуйста, отпишитесь, готовы ли вы рассказать о том, как происходит заказ тренинга, и потом после вас займемся третьим уроком, который я обещал для вебинара. Ольга. Тогда я сейчас ненадолго прервусь, и Ольга, расскажите, пожалуйста, каким образом можно будет заказать тренинг. И потом я вернусь для того, чтобы добавить третий урок к сегодняшнему видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я думаю, вечер прошел удачно у вас, как бы он еще не закончился, у вас еще впереди третий урок, Дмитрий еще с вами проведет, конечно же, занятие, но мы пока прервемся от упражнений, от занятий, я вам немножко расскажу о тренинге. Вот о тренинге, о том, как вы его можете заказать. Ссылочка, сейчас я вам еще раз скину ссылочку в чат, чтобы вы могли еще раз пройти по ссылочке и посмотреть на курс и оценить все возможности свои, посмотреть стоимость, там все подробно описано, как это проходит, в каком режиме, что вы узнаете, что вы получите, как будет Дмитрий с вами работать и насколько это для вас нужно. Ну я так думаю, что вы все очень умные женщины и прекрасно понимаете, что такое ботекс и как с этим вообще, для чего он нужен. И многие, я уже повторюсь, слышали об этом и понимают, что это действительно вроде такая интересная вещь, очень известная, да, но все же мне лично, мне лично очень страшно вводить в свое лицо какие-то инородные тела, инородные предметы, инородные какие-то там инъекции. Для меня лично очень страшно, для меня лучше, это естественно нормальные упражнения, занятия, которыми занимается Дмитрий, который вам поможет, который специалист в этом, в этой сфере. И действительно, вы уже сегодня попробовали два урока, попробовали эффект и почувствовали на себе действительно, как это работает. Буквально маленькие моменты и уже какой-то эффект есть, это действительно так. Итак, мои хорошие, если вы пройдете по ссылочке, и вот вместе с вами я по ней прохожу, вы можете просмотреть, тут хорошее полностью описание, что такое космическая соматика, да, и как достигнуть эффекта ботекса без ботекса, да. Вы можете прочитать, с чем будете работать, что получаете участники тренинга. Вы получаете 12 видеоуроков с теорией и практикой нормализации тонуса мышц лица, теорией соматической табуретки, 4 фактора поддержания здоровья кожи, текстовые материалы с описанием уроков на каждый день. На поддержание бестойкого результата требуется около 2 часов в неделю. Через 3 месяца выполнения уроков время на поддержание эффекта значительно снижается. Уроки разделены на 3 занятия заочного тренинга. После прохождения занятия необходимо выслать отчет о выполнении вопроса, после чего будут дан доступ к следующим урокам тренинга. Вот так, мои хорошие. Курс состоит из 12 видеоуроков и текстовых материалов с занятиями на каждый день. 3 часа теории и практики разбиты на 3 занятия заочного тренинга. После каждого занятия нужно выслать короткий отчет о прохождении для получения доступа к следующему занятию. И как вы уже услышали, что Дмитрий сказал, если к нему отдельно встречаться без вебинара, если кто-то не присутствовал на вебинаре, кто-то не приходил на эти встречи, а хочет заказать, он отдает косметическую соматику за 5 тысяч рублей. А для вас, мои хорошие, сегодня это предложение почти вдвойне дешевле 3 тысячи. Поэтому, если вы считаете, что это для вас нужно, пожалуйста, проходите по ссылке, оформляйте заказ, нажмете на голубую ссылочку, ниже опуститесь. Там будет вам надо заполнить имя, фамилию, электронную почту, свой скайп, конечно же, желательно так легче с вами связаться. У кого-то почту, у кого-то скайп, вот, оформите заказик. Если вы оформили заказ, мы видим, что вы оформили, мы с вами, конечно же, связываемся, да, можем связаться. Если же вы хотите, я, как всегда, могу скинуть свою электронную почту и свой скайп на экран, что вы можете сами со мной связаться, и я могу ответить на все ваши вопросы, которые вас интересуют. Так, сейчас я вам скину свой скайп, вот мой скайп, если кого-то интересует, есть какие-то вопросы, пожалуйста, стучитесь ко мне, я, конечно же, вас приму. Конечно же, всех со всеми пообщаюсь, всем отвечу на вопросы, кого какие интересуют. И моя электронная почта, конечно, пожалуйста, вам тоже на экранчик, пишите, с удовольствием будем дружить, общаться, и будем решать какие-то вопросы, которые вас интересуют. Также могу скинуть вам на экран, так, секунду, на экран реквизиты, по которым вы можете оплатить. Нет, не то, прошу прощения. Сейчас, убежала, 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 убежала. Вот, пожалуйста, реквизиты, по которым вы можете оплатить, выбирайте, пожалуйста, любой реквизит. У нас очень большой выбор, как говорится, да, можете просмотреть, кому как удобнее. Надо спрашивать, в течение какого времени можно будет оплатить. Да хоть сразу. Если у вас есть возможность, пожалуйста, мы приветствуем тех людей, которые очень любят принимать быстрое решение, которые не тянут резину, не тянут кота за хвост, а быстро приняли и действуют, оплатили и занимаются. Не думать о том на потом оставить и тому подобное. Если же у вас такой возможности сразу нет, конечно же, мы идем на уступки, как бы мы, вы, главное, оформите заказ и даем, как бы, возможность, там, рассматриваем вашу ситуацию индивидуально, у каждого по возможности. Поэтому, конечно же, будет, чтобы мы с вами связались, либо вы со мной, либо я с вами, если вы оформили заказ, ставили свои данные. Мы с вами свяжемся, а лучше, так, Ольга, а если оплатить, оплатить по золотой короне, страна, получается, какая будет у нас на Украину, перечисляют только в долларах. Хорошо, перечисляйте, не вопрос по курсу, никаких проблем. Перечисляйте по курсу, считайте, смотрите курс, какой на сегодняшний день, и все, и перечисляйте в той валюте, которая вам больше удобна. Только главное, чтобы это было по курсу. Никаких проблем мы не видим в этом. И по золотой короне мы тоже все принимаем, и все, вот все реквизиты у вас на экран. Если я ответила правильно на ваш вопрос, если я все поняла. Так, все, Ольга, поняла, Россию в рублях. Да, в России вы получаете, если вы в золотую корону, вы отправляете в российских рублях. Можете в долларах, но все же, можно по курсу отправить, как бы, это тоже, я думаю, сложности не будет. Поэтому, так как вам удобно, и лучше, конечно, давайте мы с вами свяжемся, добавьтесь ко мне в скайп, либо на электронную почту мою, и я вам подробно все опишу, лично для каждого какие-то вопросы будут, чтобы не оттягивать время. И мы лично с каждым индивидуально, кому как удобнее, кому как подходит, и мы все вопросы решим. Наточка, поэтому я жду вас в скайпе себя, да, стучитесь ко мне, добавляйтесь, либо на электронную почту я вам на все вопросы подробно и точно опишу. Мы даже можем с вами созвониться или решить это все лично с вами. Какие вопросы еще у вас, дорогие друзья, по курсу есть? Какие вопросы по оплате, по заказам? Как это сделать? Кому-то может что-то непонятно. Можете задать на час вопросик, я с удовольствием попытаюсь по максимуму вам ответить сегодня. Если же нет вопросиков, можете записать в мою электронную почту, либо мой скайп и задать туда вопрос, если вы не хотите в общую часть в комнате писать. Пожалуйста, можете лично мне, и мы с каждым индивидуально с вами решим все вопросы. Так, мои хорошие, если у вас сейчас вопросов нету, я передаю слово Дмитрию. Дмитрий, наши гости ждут третьего упражнения, третьего занятия. Так, добавляются ко мне. Наточка, принимаю вас с удовольствием. Дмитрий, вы готовы? Отлично, я передаю вам микрофончик. Наточка, я сейчас буду с вами. Вижу, 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 я иду к вам. Все, секунду. Там десять, если... Видно, слышно меня хорошо, чтобы не было вопросов по звуку. Спасибо, Елена. Итак, если есть какие-то вопросы по тому, что входит в тренинг, какие вопросы он решает, какие нет, то самое время их задавать, и будем переходить к третьему пробку, обещанному для вебинаря. Да, закреплять эффект. Кто знает, что такое мозжечок? Я помню, у меня на тренинге была одна молодая женщина и говорила... Так, все как-то косилось на мозжечок, мозжечок, оказывается, слышалось мужичок. Поговорим со своим мужичком. Готовы ли вы поразговаривать со своим мужичком? Поставьте-ка плюсики. Елена готова поруговать с мозжечком? Да, кто знает, для чего мозжечок есть в организме, для чего он служит? Да, кто-нибудь знает, Ната готова, Елизавета готова, Елена, Юлия готова. Отпишитесь мне, пожалуйста, кто-нибудь знает, для чего нужен мозжечок в теле человека? Для чего нужен мозжечок в теле человека? Так, Анна пишет сердечко. Для ориентации, координации движений. Вот, для координации движений. Светлана и Елена правильно написали. Для координации движений. Это центр автоматической координации движений. Он сглаживает движения, делает их более плавными, более точными. Мозг задает начальную, конечную точку движения, а то, как качественно произойдет между этими точками само движение, это ответственный мозжечок. И если программы в мозжечке правильные, то тонус тела сам по себе будет ближе к норме, чем с неправильными программами. Что мы будем делать? Мы будем давать мозжечку дополнительную информацию от суставов. Как это происходит? Вы берете двумя пальцами, фиксируете фалангу пальца и надавливаете по оси сустава, делаете движения, сгибания, разгибания, концевой фаланги, потом второй фаланги, потом основной фаланги. Понятно ли, что происходит? Я надавливаю легонечко на сустав и двигаю им. Поставьте плюсик, если понятно. Если кому-то плохо видно, кликните дважды на видео. Дважды кликните, двойной клик. Увеличится размер картинки, вам будет проще увидеть, что я показываю. Да, Елена, Светлана, Елена, да, все. И так прорабатываете каждый суставчик в пальцах, руки. Только с одной стороны прорабатываете. Большой палец. Вот есть пясно-запясный сустав, в нем не только сгибание-разгибание возможно, но еще приведение-отведение и круговые движения. Все движения поделайте в этом суставе. Во, лучше запясно. Так, делайте только одну сторону, вторую не делайте. Подвигали, надавили и подгибали-поразгибали. Отведение-проведение, круговые движения. Подделали. В локтевом суставе уперли в себя. И тоже подгибали-поразгибали. Подделали движение, надавливаете по оси. И делаете. Оперлись локтем и подвигали плечевом суставе всем корпусом. Подвигали-подвигали-подвигали. Подвигали-подвигали-подвигали. Ага. Делайте-делайте-делайте. И как сделаете, отпишитесь мне. Результат. Сравните свою левую-правую сторону. Подвигайте руками. Одинаково ли хорошо они двигаются. Сравните левую-правую половину лица. Можно сфотографировать себя. и отпишитесь мне, пожалуйста, в эффекте. Так, Елена, рука легче. А что с лицом случилось, Елена? Можно сфотографировать себя, посмотреть. Это часто происходит эффект, схожий с пейс-лифтингом. Даже если на меня посмотреть сейчас на видео, видно, что левая и правая половина лица вставили по-другому двигаться. Заметно, что есть большая разница между одной и другой стороной. А у вас есть ли разница, нравится ли то, что произошло у вас? Может быть, у кого-то отпустило поясницу. Или межлопаточную область с той стороны, которой вы работали. Да, НАТО пишет плюс. Интересно, что такое плюс. Наверное, есть эффект. Да. Давайте напишем пятерочку, если у вас получилось получить более гладкое лицо. О, Юлия, легкость, лицо подтянулось, лицо подтянулось. Видите, как весело. Поработали с рукой, подтянулось лицо. Вот. Есть такое дело. Есть такая ситуация, называется цепной встреч-рефлекс. Рефлекс растяжения мышц. Если вдруг кто-то насильно растягивает мышцу, то есть такой эффект, эффект возврата длины мышцы назад. Если вы вдруг приходите на прием к врачу-неврологу, он стучит вам по коленке, он таким образом вызывает встреч-рефлекс. Рефлекс растяжения мышцы. И в связи с этим резко сокращенная мышца, как только вы ее удлинили, сокращается еще больше, чтобы вернуть свою длину. То же самое происходит, если вы пытаетесь насильно растягивать напряженные мышцы. Скажем, часто этим страдают начинающие массажисты, которые занимаются косметическим массажом. Массажируют лицо, растягивают мышцы лица. Кажется, выходишь от массажиста, видишь, что лицо подтянулось, стало меньше морщинок. Но, скажем, к концу дня, все, когда он возвращается назад, еще хуже результат. Думают, мало позанимались массажем, надо пойти опять к массажисту. Потом приходят с отвисшими веками, с растянутыми щеками, просто за счет того, что перерастянулась кожа. А перерастянулась из-за того, что сокращенную мышцу растягивать нельзя для того, чтобы ее удлинить. Есть еще особенность того, что если в одном месте тела мышца напряжена и тянет за собой подхожную фасцию, сократилась мышца, потянула с собой фасцию, она передала растяжение на другие мышцы, расположенные рядом. И они, естественно, на растяжение фасции реагируют сокращением. И так получается, что все тело зажатое просто за счет того, что в каком-то месте одна мышца стала длительной напряженной больше, чем в норме. Как только вы поработали с рукой, сразу же появились результаты для лица. И вот, пишет НАТО, между лопатками легче стало. И Елизавета пишет, что лицо стало более ощутимым, очень жарко, и газозатылок будет. Очень жарко, это расширились сосуды. Расширились сосуды, появилось кровообращение. Да, основное питание кожи идет через кровь, через сосуды. Это и питательные вещества, и кислород, и удаление отходов жизнедейственности. И не верьте каким-то заявлениям о том, что косметические какие-то крема могут питать кожу глубже, чем на полмиллиметра в кожу подавляющее большинство кремов не попадает. Их эффект в основном достигается только за счет того, что разглаживается поверхностный слой эпидермиса. Там, где как раз эти чешуйки кожи слущиваются и дают эффект такой потертости, но блеск наводится. Это как глянец навести на кожу ботинка, взять, потереть кремом с тряпочкой махровой, чтобы навести блеск. Вот подавляющее большинство космических средств так действуют. Те средства, которые реально что-то проникают и оказывают эффект, в большинстве случаев оказываются средствами, которые усиливают отек кожи. Это называется глубокое питание, гидрогенизация, увлажнение глубокое. Но на самом деле это средство, которое вызывает первую стадию воспаления – отек. А вслед за отеком может идти и дальше следующая стадия воспаления, которая провоцирует образование большего количества коллагеновых волокон. Лиза пишет «Запись будет? Я косметолог». Да, запись будет, но запись не настолько полная и четкая, как само участие в тренинге. Если вы косметолог, то вам имеет смысл записаться как минимум на заучный тренинг, потому что у меня есть не только работа групповая, работа через уроки, но у меня есть еще и индивидуальные занятия, которые можно и по скайпу делать, и можно в индивидуальном порядке. Руками, когда ко мне приходят люди, эффект там сильнее. В основном ко мне с этим обращаются при невритах лицевого нерва. Да, при невритах лицевого нерва очень хорошие результаты. Даже люди, которые после операционной неврит лицевого нерва в течение 17 лет не могли двигать нормально лицом, контрактура мимических мышц перетягивала, часто получают очень хороший эффект от косметической соматики, индивидуальных занятий. Если вдруг кому-то нужны индивидуальные занятия, тоже отпишитесь Ольге. Да, стоимость индивидуального занятия, либо вживую, либо по скайпу, у меня 3,5 тысячи рублей за час занятия. Тоже можно подобрать. Лиза, укладывала семью спать. Да, запись будет. Я поставил на запись с самого начала. Вебинар. Можете посмотреть, оценить, есть ли вам нужно. Актуально. Косметологи ко мне часто приходят сами на индивидуальные занятия для того, чтобы лучше понять, каким образом можно помочь своим клиентам. Да, НАТО пишет. Лицо щипет. Хороший эффект. Улучшилось кровообращение. Это вот когда восстанавливается чувствительность на руке, вот отлежали, есть такая стадия мурашек. Так здесь восстанавливается чувствительность на лице. Как же сильно не хватало лицо кровообращения, что появились щипучки, мурашки на лице. Да, я рад за вас. По отзывам тех людей, которые пишут мне в чат обратную связь, я вижу, что много кому косметическая соматика подходит как нельзя и лучше. Так, если есть какие-то вопросы, самое время их сейчас задать. Принимаю вопросы по самому тренингу, потому поможет он вам, не поможет, можете написать. Так, НАТО купероза не будет. Что такое купероз? Интересно. Что такое купероз? Я не косметолог, я врач-невролог. Я хорошо знаю все то, что связано с управлением мозгом, мышцами в теле. Все, что связано с работой мозга, с обучением, все это ко мне. Опять же, вопрос, как получить эффект ботокса без ботокса, как к профессионалу, это ко мне. Потому что я занимаюсь именно этим с самого своего начала врачебной карьеры. С 2002 года, как практикующий врач-невролог, не один десяток людей... Ага, понятно. Заболевание кожи, которое выражается в расширении сосудов и образовании сосудистых звездочек. Нет, от этого не будет купероза, потому что новых сосудов не вырастет. Это улучшится просто кровообращение в мелких сосудах. От этого не будет купероза. Да, спасибо, Светлана, за комментарии. Елизавета, когда мы работаем с пальцем, имеет ли значение скорость движения? Нет, не имеет. Можучок, он не относится к тому части тела, которое сознательно управляется. Нет ни одной связи внутри мозга, которая сознательно может управлять программами мозучка. Да, все там происходит неосознанно, из-за этого скорость не влияет. Это один из приемов кабот терапии, который используется для лечения инсультных больных. Да, те, кто не реабилитил инсульт, никогда даже не догадаются о том, что такими простыми моментами можно изменить стонус мышц во всем теле. Но я как профессионал, я работаю в инсультном отделении. Кроме того, что, да, специалист по соматике, я до сих пор практикующий доктор невролог, работаю в инсультном отделении. Да, и результат отличный есть для инсультных больных, а для здоровых людей вообще бомба, когда употребляешь методики реабилитации точно для тех проблем, которые есть у здоровых. Ольга вот дублирует опять ссылку на курс. Спешите записаться. Наталья пишет, у меня очень кривая улыбка на лице. Одна сторона лица открывается значительно больше, чем другая, и с возрастом это усугубляется. Может ли помочь мне ваша методика? Я думаю, что даже сейчас улыбка стала более ровной, если вы выполнили все три урока и попробовали на правильной стороне поделать. То есть, разговор с мужичком, или повторить сейчас на второй стороне, если не ту сторону вдруг сделали и улыбка не выравнилась, будете видеть, что есть эффект. На самом деле, этот кроковый эффект можно сделать постоянным, просто нужно позаниматься. Вы не единственный человек, кому помогает моя методика. В основном она разрабатывалась для того, чтобы помочь людям с невритом лицевого нерва, с сложными поражениями, с тяжелыми. Это не то, что здоровому помочь, а реально больному человеку. После того, как ко мне пришла моя одноклассница на третьем десятке лет с проблемой после инъекции ботокса, тогда я догадался, что можно применять эту методику и к здоровым. Да, Наталья, вы тогда на всякий случай регистрируйтесь, чтобы зафиксировать за собой цену, а потом посмотрите вебинар в записи, попробуйте на себе, и тогда сможете осознанно приобрести семинар. Елизавета, можно ли эти упражнения с пальцами делайте с ногами? Это не в рамках этого курса, но думаю, там работает. Да, на самом деле, хорошее замечание. В полном курсе мы там еще и ноги прорабатываем, просто время вебинара ограничено. Я не могу объять необъятное. Сделал именно то, что на верхнюю половину тела лучше влияет с руками. Можно то же самое и с ногами. Так, пожалуйста. Я рад, что у меня такие внимательные посетители вебинара, внимательные ученики, я рад к такому вопросу. Еще одна минута для того, чтобы задать вопрос. В любом случае, переходите по ссылке, регистрируйтесь. Если нужно, какие-то дополнительные материалы, отпишитесь Ольге. Она вышлет вам несколько отчетов с заучных тренингов. И вы можете оценить, как это происходит, какие результаты у людей, реально те отчеты, которые были. Да, если кто-то сомневается, пожалуйста, отписывайте Ольге. Она оставляла свой адрес с электронной почты. При регистрации с вами свяжутся. Если вдруг какие-то еще дополнительные моменты вас беспокоят, пожалуйста. В любом случае, регистрируйтесь на курс, чтобы получить эту цену. И договаривайтесь о том, каким образом будете оплачивать. Стоимость для тех людей, которые приходят ко мне на вебинары, на очные тренинги, всегда ниже, чем для тех, кто обращается самостоятельно стучить в почту, в социальных сетях, потому как здесь вы целенаправленно пришли, затратили свое время, получили эффект и понимаете, для чего это все стоит. Раньше я продавал только записи и получил массу отзывов о том, что не работает или то, что не получается сделать, купил, положил на полку. Как только все стало проводиться в формате заочного тренинга, ни одного плохого отзыва. Процент выполнения всего тренинга стал больше 90%. Один человек где-то из 18-ти, из 17-ти не проходит тренинг до конца. Это очень хороший результат, потому что записи, как вы знаете, вы можете сами посмотреть на свой винчестер и заметить, сколько там записей лежит, семинаров, которые вы приобрели или нашли в свободном доступе и все-таки не прошли. Заочный тренинг избавляет вас от этого. Я очень дорожу теми результатами, которые есть у моих учеников, потому что благодаря этим результатам ко мне идет реальный поток людей на индивидуальную работу. И это позволяет мне просто ставить нормальную цену на тренинг для тех людей, которые приходят. Как я смотрю, новых вопросов не появилось. Спасибо вам за то, что пришли на вебинар. Рад вашим успехам. Да, можете со мной попрощаться. Мне будет приятно увидеть ваши отзывы, ваши смайлики, ваши улыбки в чате. И будем заканчивать вебинар. Да, вот Елена пишет, спасибо за вебинар, упражнение, лицо отдохнуло, расслабилось. Делаю уроки для тела, теперь смогу лучше осознавать лицо. Спасибо. Спасибо и вам, Елена. Да. Ольга присылает сердечки, поцелуи. Да, спасибо, Ольга. Юлия, спасибо. Спасибо, Ольга. НАТО. Да, вы очень активная НАТО. Были в чате. Спасибо вам за вашу обратную связь. Благодаря вам этот вебинар стал более живым, более сконцентрированным на вас, на вашем уровне понимания. Спасибо, Анна. Спасибо. Хорошо, спасибо всем. До встречи на следующих вебинарах, на тренинге соучном. Да. Спасибо Тамаре, Елизавете. Да. И я надеюсь на продолжение. Да. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...